Ава, народ, с вами Анестезия, и мы продолжаем проходить корпус пати Book of Shadow. В прошлой серии мы с вами закончили на том, что эта тварь Сачка опять нас нашла, она никак не может оставить нас в покое, и наверняка нам придется как-то от нее опять убегать. Не знаю, если нам, конечно, еще удастся от нее убежать. В общем, как получится, давайте продолжим. У нас тут осталось с вами две главы, кажется, включая эту. Сачка заметила, что я всматриваюсь в ее лицо. Кажется, это ее расстроило, поэтому я постаралась улыбнуться. Я уверена, что она не хочет снова оставаться одной, поэтому я захотела дать ей понять, что не брошу ее. А стоило бы. Что-то не так, сестренка? Нет, ничего, просто задумалась. Прости. Сачка, опустив голову, выглядит так, как будто сейчас заплачет. Гениальная актриса, слушай, я тебе Оскар вручу. За что ты извиняешься? Потому что, мне кажется, я призрак. Да ладно, я не такая, как ты, сестренка. Мне очень жаль, если я пугаю тебя. Конечно, тебе жаль. Мой страх, правда, так сильно расстроил эту девочку? Плохо дело. Взяв Сачка за руки, я наклонилась так, чтобы наши глаза были на одном уровне. Не волнуйся. Хотя я боюсь призраков, но ты меня не пугаешь, честно. Тебе не страшно, правда? Не страшно, ты не пугаешь меня, Сачка. Сестренка, ты останешься со мной? Кстати, я вот только заметила, что у нее на шее, обратите внимание, у нее следы на шее, у души. Я не смогла сразу ответить на вопрос, поскольку знала, что не могу пробыть с ней очень долго, однако оставить ее я тоже не могу. Не хочешь со мной поискать моего братика? Твоего братика? Да, он очень добрый и открытый человек. Я уверена, что он и к тебе хорошо отнесется. Ага, особенно после того, как она стольких людей замочила. Со все еще опущенной головой она поглядывала на меня. Можно сказать, сейчас она выглядит бодрее, чем с начала встречи. Ты не против, если я пойду с тобой? Конечно, теперь ты не одна. Юка, как старшая сестра, позаботится о тебе. Заботиться придется о тебе, Юка. Точнее, о твоих останках. На самом деле, так даже лучше. Мы обе нуждаемся друг в друге, и не важно, что она призрак. Что ж, идем, Сачка. Когда я уже направилась вперед, Сачка потянула меня за юбку. С натянутой улыбкой она выглядит встревоженной. Сестренка, ты все сделаешь, что я скажу? Что ты скажешь? Она хочет, чтобы я что-то сделала для нее? Этот вопрос вогнал меня в ступор. Я даже не знаю, что мне ответить. Но, глядя на ее жалостный вид, я решилась. Ладно, старшая сестра постарается сделать все, что ты захочешь. Правда? Да, обращайся ко мне в любое время. Ладно. Ясно, что она имеет в виду что-то конкретное. Но я не стану расспрашивать ее. Если понадобится, она обратится ко мне сама. Кажется, ей понравился мой ответ, поэтому она отцепилась от моей юбки. Взявшись за руки, мы двинулись на поиски братика. Капец! Мне еще тут не хватало вместе с Сачка бегать. Вот серьезно, ребят. Куда я там шла-то? Я шла. В тупике я еще не была. Мне кажется, это плохая идея, что мы взяли ее с собой. Но и без нее, наверное, она бы нас не отпустила. Скелетированные останки. Невозможно определить ни пола, ни возраста. Возле глазницы лежит именной бейджик, судя по которому, тело принадлежит ученику средней школы. Муниципальная средняя школа Токине. Кёга Шибуя. Понятно. Где мы с вами не были? Мы были. Что, возвращаемся в комнату пыток? Это было бы весело. Серьезно. Там она нас и прикончит. Как раз таки она нас поймала, она нас и приведет. Точнее мы ее приведем в свою же могилу. Думается, братика здесь нет. Похоже на то. Сачка, ты кого-нибудь встречала здесь, кроме меня? Угу. Что-то про Барматафа, она резко присела на землю, обхватив колени руками. Что такое? У тебя что-то болит? Сестренка, мне холодно. Холодно? Она утвердительно кивнула. Ничего удивительного. Если такой призрак, как она, может чувствовать боль, то и холод тоже. Бедняжка. Словно демонстрируя свой холод, она заметно затряслась. Сачка, могу ли я чем-то помочь тебе? Как-нибудь помочь? Угу. Ты уже столько натерпелась. Ого, она там натерпелась, да. Я хочу, чтобы тебе стало лучше. Если что-то нужно, просто скажи. В таком случае... Можешь отдать мне их? Эм. Она показала пальцем на мои ноги. Носки? Ты оптимистка просто. Только после этого я обратила внимание на то, что Сачка Чан босая. А. Я настолько была озабочена собой и поиском брата, что совсем не заметила бедственного положения Сачка. Прости, я даже не заметила. Не переживай. Сачка покачала головой. Раз уж я пообещала себе заботиться о ней, как старшая, то мне стоит быть более внимательной. На моем месте братик бы сразу заметил босые ноги и отдал бы свои носки и туфли. И хотя запоздала, но я передаю свои носки и обувь Сачка. Они немного сырые, но это лучше, чем ходить по грязной и холодной земле босиком. Мне совсем не нравилась эта идея, но, глядя на эту бедную девочку, я не могу поступить иначе. Хорошо, что она у тебя трусы хоть не попросила, потому что отдавать тебе было бы нечего. Спасибо, сестренка. Сачка забрала носки, оставив туфли. Сачка, ты уверена, что обойдешься без туфель? Может, стоит их надеть? Пойдет, иначе ты останешься босиком. На ее лице появилась добрая улыбка, которая не сходила вплоть до того, как она надела носки. Я не хочу, чтобы сестренка тоже страдала. Ой, да что ты врешь-то? Ты только этого и хочешь. Сачка, ты очень предусмотрительная. Я погладила ее по голове так же, как это делал мой братик. Сестренка, я обожаю тебя. Ага, ты хотела сказать, что ты обожаешь мои внутренности? Ее улыбка стала еще шире, теперь она выглядит веселой, и я почувствовала, что должна сохранить такой настрой. Сейчас я, кажется, поняла, что чувствует братик, когда я улыбаюсь ему. Давай постараемся, Сачка. Почему-то японцы любят эту фразу, давай постараемся. Это везде звучит абсолютно. Несмотря на ужасную обстановку, я воспрела духом, словно забыла про все плохое, что здесь произошло. Постараемся. Да, постараемся найти моего братика. Сачка, ты что-то сказала? Я как будто услышала чье-то хихиканье, словно голос Сачка изменился. Или тут есть кто-то другой? Не-а. Милашка, хочу поиграться с тобой. А, что? Я ничего не говорила. Кажется, мне показалось. В фильмах обычно говорят, что перепутали сквозняк с голосом. В таком подвале поток воздуха невозможен вовсе, но все же... Думаю, что это уже паранойя. Нужно собраться с силами, ведь я самая старшая из нашей компании. Сделав серьезное лицо, я смело зашикала вперед, останавливаясь только за тем, чтобы убедиться, что Сачка со мной. Капец, вы влипли. Точнее, не вы, а ты. Сачка, это что, ей вообще насрать. Женский туалет, кладовая. Кладовая была закрыта в прошлый раз, по-моему. Или открыта, я что-то уже забыла. А разве она не была закрыта недавно? Не знаю. Что ты знаешь? Что ты врешь? Так, у нас, тем не менее, продолжает темнеть экран, и мне кажется, что это как-то хреново. Давайте сохранимся. Может быть, я должна как-то быстрее думать, я не знаю. Из-за того, что мы шляемся с призраком, у нас как-то все очень плохо становится. Что, блин, за африканская музыка? Сестренка? Что такое? Что случилось? Мои ступни сильно болят. Твои ступни? Кажется, ступни садчика сильно беспокоят ее. Я обратила внимание, что она суетливо пытается удержаться на ногах. Видимо, ты поранила ноги. Неудивительно, ведь ты ходишь только в носках. Как она могла что-то поранить? Она призрак долбанный. И ты об этом знаешь. Молча она уставилась на мои ноги. Кажется, теперь ей нужны мои туфли, но она стесняется попросить, потому что ранее отказалась от них. А по-моему, ей нужны твои ноги. Поэтому, улыбнувшись, я снова спросила. Хочешь, я отдам тебе обувь? А можно? Конечно, надев их, тебе больше не будет больно. А как же ты, сестренка? Я старше тебя, поэтому потерплю. Не дожидаясь ее ответа, я сняла свою обувь и молча передала ее садчика. Она сразу же бодро натянула их на носки. Несмотря на то, что они ей не впору, думаю, что так садчика будет лучше. Спасибо, мне очень приятно. Тогда продолжим путь, хорошо? С туфлями не по размеру садчика постоянно спотыкается. Ты в порядке? Возьми меня за руку. Возьми меня за руку. Так, ладно, сестренка, я обожаю тебя. Да, конечно. Хи-хи, вот тебе и хи-хи. Садчика, я уже была в этом месте, там нет ничего важного. Давай вернемся. Ты уверена? Не хочешь, чтобы кто-то увидел твои трусы? Ты правда считаешь, что туда нужно сходить? Пойдем. Садчика указала в конец коридора, там, где я провалилась после землетрясения. Сюда? Там что-то есть? Твоя смерть, например? Не знаю. Но все равно пойдем. Что это за звук? Я хочу зайти туда. Зайти? Но ведь эта комната заперта. Судя по звуку, теперь она открыта. Интересно, что там? Пожалуйста, давай зайдем туда. Ну, ладно, посмотрим, что внутри. Садчика кивнула и затем потянула меня к двери возле места, где я впервые оказалась в бомбоубежище. Ну, давай. Наверняка там целый склад всяких разных органов. Ого, эта комната большая. Сюда. Возбодрившаяся Садчика потащила меня глубже в затемненную комнату. Подожди, Садчика. Внезапно, почувствовав острую боль в ступне моей ноги, я посмотрела вниз. Гвоздь? Ага, именно этого она и добивалась. Чтобы ты поранилась нахрен и не смогла убежать потом, в случае чего. В этой комнате был полный беспорядок. Опасный мусор настолько заполонил пол, что даже ступить некуда. Здесь не только ржавые гвозди, но и битые стекла, доски с острыми краями. Еще много чего, что я не могу определить. Кровь пошла. Как мило. Садчика. Мне интересно, кто озвучивал Садчика? Взрослая женщина или... Или девочка? Мне кажется все-таки, что это была девочка. Точнее, женщина. В принципе, у японцев у них голоса такие детские. Что, сестренка? А? Так ты здесь? Тогда что за голос я сейчас слышала? Ее голос и выл. Бледный скелет возле стены. Маленький по комплекции, видимо, ребенок. А, да. Садчика, сколько тебе лет? Сколько мне лет? Да, мне интересно. Ты ведь младшеклассница, верно? Понятия не имею, я не помню. Че ты врешь-то? Прости. После этого Садчика замолчала, виновата опустив голову вниз. Вполне вероятно, что она не сохранила в памяти ничего из прошлой жизни. Не извиняйся, это я виновата, что спросила. Не переживай, пожалуйста. Ладно, мне очень жаль. При более тщательном осмотре костей на грудной клетке обнаруживается бы иджик женским именем. Начальная школа Ренессанс. Юкари и Секи. Юкари. В каком-то аниме было это имя. Я аниме немного смотрела, так что не помню. В углу комнаты стоит стол. А, вспомнила. Юкари это была ведьма в Розарио. Плюс вампир. Кажется, под ним что-то есть. Что это? Это ведь вроде бы старый паралоид. Садчика подняла камеру и посмотрела на нее так, как будто нашла редкое сокровище. Затем она сфотографировала меня. Фу, слишком ярко. Я напугалась, видимо она еще работает. Можно ли мне ее забрать? Можно, но она не слишком тяжелая. Все нормально, мне она нравится. Потому что иногда садчика разговаривает прям таким взрослым голосом. Поэтому я думаю, что я все-таки озвучивала женщину. Несколько сложных футонов. Сестренка, я устала. Хочешь, мы немного отдохнем на футонах? Угу. С учетом раны кровоточащей ступни я аккуратно прошла на цыпочках через хлам, разбросанные по полу к футонам. Не то, чтобы мне необходим был сейчас сон, но все равно чувство усталости начало сказываться. Футоны немного влажные и очень пыльные, но если мы ляжем на них, по крайней мере дадим ногам отдохнуть. Хочу спать. Хорошо, давай приляжу прямо сейчас. Как только я спустила футон на землю, тонкий насколько это возможно, садчика засыпающая на ходу растянулась на нем. Футон. Вид на маленькой... А, вид маленькой невинной девочки лежа... Ну, очень невинной девочки, да. Лежащий на футоне поднял мой дух и зажег во мне новую надежду. Прям Дева Мария, слушай, сейчас Христа родит. Хорошо, что садчика со мной. Ха-ха-ха, это с какой стороны посмотреть. Спасибо, сестренка. Я тебе тоже благодарна, садчика. Даже не знаю, что бы я без тебя делала. Жила. Сапит. Будь добра, усни навечно. Прижавшись к постели, она уже видала в сновидениях. Да, она правда устала. Так мило выглядит. Мне тоже нужно поспать, ноги устали. Надеюсь, когда проснусь, буду дома. Надейся. И жди. Я проснулась от того, что меня кто-то тряс. Садчика с бледным лицом пыталась разбудить меня. Сестренка. Сестренка. Что с тобой? Она вот-вот заплачет. Что-то сильно напугало ее. Неужели тот монстр нашел на нас? Он напал на нее? Успокойся и скажи, что случилось. Я потеряла шпильку для волос. И что? Шпильку для волос? Когда я проснулась, ее не было. И что теперь повесится из-за этого? Тебя только это встревожило. Только это? Точнее, только это тебя встревожило. А, прости. Я просто подумала, что случилось что-то страшное. Где ты ее могла обронить? Я уверена, что если мы поищем, то найдем ее. С болезненной ногой я начала вместе с Садчика обыскивать комнату. Но, увы, мы так и не нашли ее шпильку. Садчика, я могу что-нибудь для тебя сделать? За все время наших поисков Садчика не обронила ни слова. Я решила, что как старшая должна как-нибудь взбодрить ее. Волосы лезут в глаза. Это больно. Дай мне то, что ты носишь. Она медленно подняла свою руку и указала на мой ободок. Это, ну... Прости, я не могу отдать тебе его. Сразу же после моего отказа Садчика застонала. Слушай, тебе тут и так все свои жизни отдают. А ты еще просишь ободок. И будешь тут... Всякие истерики закатывать. А потом ее лицо исказилось. Она больше была... Не похожа была на невинную девочку. Теперь она словно демон. Садчика. Отдай, я сказала. Отдай. Ее взгляд словно пронизывает меня насквозь. Кажется, что она вот-вот готова на меня напасть. И что мне делать? Неужели придется отдать ободок? Капец, я не знаю. Отдай. Похоже, у меня нет другого выбора. Я отдам тебе его, только не злись. Я сняла свой ободок и передала его Садчика Чан. Подожди. У меня еще больше экран затемнился. Все произошло очень быстро. Я действовала инстинективно. Почти автоматически отдала свой ободок. Смех Садчика, который я слышала ранее, стал совершенно другим. Но мне уже было все равно. Все, что я могла, я сделала. Все, что она попросила, я отдала. Теперь ты довольна? Я рада за тебя. После того, как я сказала это, Садчика перестала смеяться. Как будто готова сказать, что что-то ее не устраивает. А ты можешь отдать мне свои волосы? Ээээ, нет. Волосы сестренки. Садчика их хочет. Возьми лобковые волосы. Я думаю, каждая женщина мечтает от них избавиться. Серьезно? Я думаю, тебя бы с радостью их отдали. Ээээ, простите меня, пожалуйста. У меня сегодня день плоских шуток. Что? Но... Что? Как я могу тебе их отдать? Садчика встала на цыпочки и дотянулась до моих волос настолько высоко, насколько могла. И начала их тянуть. Короче, она тебе сейчас скальп снимет. И сразу же весь мир для меня окрасился болью. Я кричала и плакала. В конвульсиях билась на полу в надежде, что скоро боль пройдет. Вот я что-то, блин, в последних сериях постоянно выбираю что-то не то. Больно. Больно. То, что, кажется, тебя спасет, на самом деле делает только хуже. Господи, истеричка ты тупая. Как ты меня бесишь. Ты меня бесишь с первой части, а теперь ты меня бесишь еще больше. Я почувствовала что-то теплое на моей щеке, что-то стекло стекало... Ну да, кровь. С макушки до подбородка, потом еще раз и еще и еще. Кровь? Не похоже было, что Садчика просто болезненно дернула меня за волосы. Да уж, конечно. Она вырвала клок волос с корнем. Откуда у такой маленькой девочки столько сил? Макушка моей головы пультировала от боли. У меня нет зеркала, но даже если бы и было, я бы не стала смотреть на это. Видимо, из-за большой потери крови у меня началось головокружение. Знаю, что сейчас потеряю сознание, поэтому стала звать братика. Не уверена, кричала ли я, но в подсознании я заливалась воплем. Короче говоря, понятно. Я думаю, не стоит это досмотреть или дочитаем. Пожалуйста, спаси меня. Меня просто бесит это слово уже, я не могу. Братик, 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 братик. Звала бы по имени. Что такое? Я чувствую тяжесть в ногах. Сестренка, ты в порядке? Раз уж я тут самая старшая, ты должна вести себя подобающе. Что ты еще можешь предложить для меня? И все-таки, почему я все еще делаю то, что она мне говорит? Почему я слушаюсь ее? Чувство печали окутало меня. Макушка моей головы ужасно болит. Я поняла, что кусок ее был оторван. Сачка, так его стоило бояться. Жаль, что я не осознала это раньше. Я не знаю, насколько надо быть тупой. Братик. Интересно, как долго я уже хожу? Сачка, ты еще не устала? Я продолжаю следовать за Сачка. Сколько времени прошло, не знаю. Но казалось, что целая вечность. И она совсем перестала отвечать на мои вопросы. Думаю, надо прекращать. Она неожиданно остановилась. Что такое Сачка? Неподвижно она уставилась на меня широкими невинными глазами. Сачка хочет кое-что попросить у тебя. Что еще? Что? Что она хочет на этот раз? Мне даже не хотелось знать. Но почему-то я все же ответила ей. Все, что ты хочешь, я отдам тебе. Только попроси. Ну, в таком случае... Можешь отдать мне свою жизнь? Мою жизнь? В глубине души я понимала, что произойдет это рано или поздно. Я... я не могу отдать тебе это. И снова неуправляемые слова соскочили с моих уст. Это совсем не то, что я хотела сказать. Я отдам тебе свою жизнь. Не, все-таки мужики зачетнее смеются. Вот у них безумство вообще на ура выходит. Она снова начала смеяться. Это был дикий и сумасшедший смех. Она в экстазе. Мама, нет! Нет! Почему нет? Ты же сказала, что все, отдашь мне. Потому что ты моя старшая сестра, не так ли? Зловещая улыбка сачка словно мерцала при тусклом освещении коридора. У нее было лицо невинной девочки. Однако это всего лишь маска. Мне страшно, страшно. Не надо! Я собрала все оставшиеся силы, чтобы попытаться противостоять ее выбору. Особой надежды на успех у меня нет. Но я все еще могу сопротивляться. Может мне удастся вразумить ее, что так нельзя? Да, ты совсем тупая? Нет, нет, пожалуйста. А? Прошу, не надо так шутить. Давай поторопимся найти моего брата. Братик поможет нам, я уверена в этом. Просто нужно еще немного постараться. Твой братик? Верно мне, никогда не стать такой же доброй, как брат. Но я буду стараться. Братик это то! А, братик это, братик то! Можешь... Боже, как ты же... Как же ты меня раздражаешь! Просто дай то, что я хочу! Я убью тебя! Убью! Я зажму своими руками твою шею, и ты умрешь! Тебе незачем жить! Ты что ли решаешь это? Сачика? Мое тело охватили бесконтрольные судороги. Меня атаковала невидимая сила. Меня вынудили это сказать. Сказать мои последние слова в этой жизни. Фактически, это самоубийство. Ничего не поделаешь. Я согласна. Я отдам тебе свою жизнь, Сачика. Забирай. Истеричная девка. Просто я не знаю. О, и монстр пришел. Все произошло мгновенно. После одного сильного удара мой череп был расколот, и повсюду разбрызгалась кровь. Просто откуда ты это знаешь? Скажи мне. Это твой призрак рассказывает, или что? Я все еще могла чувствовать, как тонкой струей кровь текла из ноздрей и правого уха. Мой мозг вывалился из черепа, но я все еще в сознании. Охренеть! Это каким образом? Я все еще могу чувствовать это. Я заметила яркую вспышку и поняла, что она сфотографировала на мгновенную камеру, которую мы нашли. О! Та самая картинка. Какое замечательное фото. Я бы назвала ее Падшая девочка. Сачика была такой милой маленькой девочкой, но теперь она с ненавистной и злобной ухмылкой с презрением смотрит на меня сверху вниз. Точно. Я покажу это фото твоему брату. Ты говорила, что я могу взять все, что захочу? Тогда теперь он мой старший брат. Прикольно. Сачика грубо начала издеваться над моей липкой, разморженной головой. И это после того, как я была любезна с ней все это время. Какое грязное лицо. Именно к такому итогу я и стремилась. Мой клочок ритуальной бумажки. Хочу сыграть с тобой еще, сестренка. Теперь я могу управлять твоей судьбой. Надеюсь, скоро мы снова поиграем. Сестренка Юка-чан. Так выходит, она когда забирает... В смысле, это... Это че? Это правильная концовка была? Серьезно? Погоди, подожди. Подожди. Это была правильная концовка? Сачика все продолжала стонать. Испугавшись, что она может выйти из себя, я попыталась ее утешить. Прошу, пойми меня. Эту вещь купила для меня мама, поэтому она важна для меня. Я не могу отдать тебе ободок, так как она напоминает меня маме. Точнее, он, точнее. А маме? Каким-то образом мне удалось сбить ее гнев. Она снова стала выглядеть невинной девочкой, которая до этого была со мной. Это правда. Мне станет очень горько, если я расстанусь с этой вещью. Ободок купила для тебя мама? На удивление, она приняла такое объяснение, и это даже взбодрило ее. Наверное, это напомнило ей про свою маму. Она ведь еще совсем ребенок. Мама наверняка очень дорогая ей. Мама. Мамочка. Казалось, что она вот-вот заплачет. Я почувствовала себя виновата из-за того, что напомнила ей о горе. Прости. Нет, ты не виновата. Она все еще казалась печальной. Может быть, она поняла, что я не могу отдать ей свой ободок, и смирилась с этим. Я не поняла, я правильно сейчас поступила или нет? Куда мы пойдем-то? Идти некуда. Может, в бассейн, я не знаю. Там мы с ней еще не были. Просто странно. Обычно, когда концовка неправильная, она заканчивается, и все, и мы в следующую главу не переходим. А тут перешли. Хотя, может быть, это была правильная концовка. Эй, сачика. Сачика. Эй, сачика. Она даже не посмотрела на меня. Похоже, она и вправду обиделась. Послушай, сачика. Я отдам тебе все, что ты хочешь, но только не мой ободок. Все, что захочу? Угу. Конечно, я не всесильна. Но все, что в моих силах, я сделаю для тебя. Все, что захочу. Хорошо. Тогда отведи меня сюда. Но эта комната ведь... Я совсем не хочу возвращаться туда. А, сачика. Немедленно сачика открыла дверь и зашла внутрь. У меня даже не было возможности остановить ее. И что мне теперь делать? Первое, на что я обратила внимание, это распластавшуюся сачику возле бассейна с трупами. Она подергивается и стонет. Только этот стон, похоже, не от обиды, а от боли. Сачика. Сачика, что с тобой? Я подбежала к ней так, чтобы из моего зрения скрылись плавающие трупы. И затем начала ее трясти. Не похоже было, что она чем-то серьезным поранилась. Но с ней все равно что-то случилось. Сестренка. Слава богу, ты не пора! Через ткань своей юбки я почувствовала ее маленькую холодную руку. С усилием она оттолкнула меня. Не прикасайся ко мне. Потеряв равновесие, я попятилась назад. Я почувствовала, словно падаю в замедленной съемке. Стены и потолок постепенно все больше удалялись от меня. А потом я ощутила спиной жидкость и услышала всплеск. Я в бассейне с трупами. Такую картинку я тоже видела. Так как я упала спиной, то некоторое время не могла выплыть к воздуху, погрузившись в противную вонючую воду. Я чуть не захлебнулась, но потом... Ты все-таки умираешь в двух концовках. Наконец мне удалось сплыть, увертываясь от множества глазных яблок, плавающих в этой же жиже, словно горошинки в курином супе. У каждого глаза виднеет спрасная вена. Мне совсем не хотелось думать о содержимом воды, которой я нахлебалась. Но, увы, я чувствую это на своем языке. Мой рот заполнен маленькими кусочками тел других людей. Этот вкус вызывает рвоту. Представляю. Меня охватил сильный приступ рвоты. Я думала, что из меня выйдут все внутренние органы. Я вообще очень брезгливая. Когда мне попадается вообще на язык... Что-то... Даже на зуб, да? Что-то вроде жилки, например. Вообще, чего-то такого, что нельзя разжевать, и что такое на вкус очень такой, знаете, склизкое. Меня сразу начинает выворачивать. Я прям не могу. Я попыталась закричать, но рот был забит пакостью, и я не могла произнести ни звука. Не то, что нельзя прожевать, а что, знаете, при укусе пружинит. Вот это вот всегда меня прям... Сестренка, ты такая противная. Мерзкая. Противная. А ты прям вообще определил мечтания. Я поняла, что начинаю терять сознание. Мысленно я молилась, что все это окажется сном. Мир вокруг меня начал угасать, и в последний момент я сфокусировалась на своем желании. Пожалуйста, пускай я проснусь в своей кровати. Сестренка, сюда! Сачика! У меня не было другого выбора. Я потянусь к руке Сачика, которая без особого труда смогла вытащить меня из воды. Но она же сама тебя туда столкнула. В чем смысл? Все мое тело с головы до пят облеплено липкими кусками несчетного количества умерших людей. Сестренка, у тебя что-то на голове? Что там? Медленно и нерешительно я подняла свою руку, чтобы определить, что у меня на голове. Мне вовсе не хотелось знать, что там. Я почувствовала огромный комок, прилипший к моим волосам. Только коснувшись его, он оказался в моих руках. Это был массивный шар из пальцев людей. Фу, как противно! Сестренка, тебе еще полно этой ерунды. Оторванные пальцы настолько липкие, что закрутились в моих волосах. Убрать их оказалось непросто. Успокойся, сестренка! Сестренка! Немного собравшись с мыслями, я поняла, что лежу на земле, и Сачика смотрит на меня. Сестренка, прости! Бог простит! Она снова сделала жалобное лицо. Но ведь это именно она... Но ведь это именно она недавно хихикала. Если не она, то кто? Может, мне показалось? Какого хрена, Юка, она тебя столкнула? Верно. Эта маленькая девочка не может быть такой жестокой. Ты, ты... Господи, она меня убивает. Вот честно, Юка, она настолько инфантильная, что прям... По-моему, семилетний ребенок ее вполне может облапошить. Хотя это и есть, по-моему, семилетний ребенок. Не извиняйся, я в порядке. Мне не важно, что я вся грязная. До тех пор, пока Сачика в порядке, все хорошо. Да, сейчас она ведь моя младшая сестра. Я должна заботиться о ней и присматривать, как старшая. Все равно затемнение. Сестренка, ты такая медленная. Сачика, пожалуйста, не убегай от меня. Да что со мной? Мои ноги сильно потяжелели. Так получилось, что Сачика повела меня за собой. Я слепо следую за ней, с большим трудом поспевая за ее темпом. Сестренка, ты такая противная. Держись подальше от меня. Я взглянула на свою униформу. Конечно, она пропитана кровью тех несчастных жертв из бассейна. Из-за этого чувствуется отвратительный запах. Ты права, я отвратительна. Прости. Я не хотела это говорить и даже не пыталась. Слова как будто без моего ведома выскользнули из уст. Сестренка, ты такая глупая. Да, я знаю. Если она так недружелюбно общается со мной, то почему я все еще любезна с ней? Почему я делаю все, что она просит? Сначала это беспокоило меня, но не сейчас. Теперь мне все равно. Я послушно следую за этой девочкой, оскорбляющей меня на конец света. Получается, мы в любом случае попадаем вот в такую вот нелепую ситуацию, да? Интересно, как долго я уже хожу? Сачика, ты еще не устала? Я продолжаю следовать за ней. Сколько времени прошло, не знаю, но казалось, что целая вечность. И тут, наверное... Она совсем перестала отвечать на мои вопросы. Тут то же самое, наверное. Пора прекращать. Да, 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 да. Что ты хочешь попросить? Короче, мы в любом случае подыхаем. Не, видимо, это правильно. Но тут хотя бы мы со своими волосами. Никто у нас скальп не выдирал. У меня уже башка болит, если честно. Ну да, то же самое все. Кстати говоря, это Юка, это у нас первый персонаж, который выжил в первой части, но не выжил здесь. Она все-таки ее прибила. Остальные ребята из выживших, то есть Айуми... Как-то мы его звали, таки Шинума... Наоми. Это они живы пока что. Кто там еще у нас должен был выжить? А, еще должен был выжить этот. Как его? Сатоши. Мы за него еще не играли, по-моему. Или играли? Я уже что-то забыла, блин, совсем. Юка, значит, все-таки откинулась. Бегово. Пучина. Мир в повторяющейся петле. Угу, понятно. У нас осталась одна глава, да? Да, у нас с вами осталась одна глава. И давайте, ребят, мы с вами продолжим следующая серия. Пока что всем спасибо за внимание. С вами была Анастасия. Всем до сих пор. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok